Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. О чем сегодня мы будем говорить? У нас в прошлый раз осталась идея, которой я предложила поговорить об итогах года, но, возможно, за эту неделю какие-то еще события происходили, или, может быть, какие-то темы были актуальны. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, да, по-прежнему. Да, напомните, может быть, номер. Телефон в студии 202-11-22, звоните, у нас прямой эфир, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, мы готовы обсуждать вместе, возможно, искать решения или давать какие-то даже рекомендации. Ну да, и мы еще говорили о том, что, ну, о какой-то преемственности наших передач, они в какую-то цепочку выстраиваются, возможно. Ну, по крайней мере, в моем опыте выстраиваются, может быть, в вашем выстраиваются, да, может быть, в опыте телезрителей наших выстраиваются. И в этом во всем есть какая-то логика, причем логика, я бы еще сказал, такая логика, длинная логика, я бы ее таким образом назвал. То есть не сразу можно увидеть ее результат, да, или он не всегда очевиден здесь и сейчас. О чем речь? Речь идет, наверное, о том, что вот мы, ну, между передачами ведь тоже общаемся, да, и какой-то отклик собираем. И речь идет о том, чтобы не жить только исходя из того, что должны прозвучать какие-то интересные истории, что-то, что кардинальным образом будет, ну, развернет, может быть, чье-то понимание о своей болезни, о своих отношениях и так далее, да. Вот мы, когда каждый раз после передачи обсуждаем, как это видео, которое осталось, можно будет назвать, какими словами, да, тоже как-то его пометить так, чтобы люди находили по этим словам, ну, по хэштегам, как это касается, не их. Но я думаю, что, я вот, наверное, пытаюсь это выразить, что между сформулированными какими-то темами, проблемами, я просто по групповой работе это знаю. Вот сегодня, например, была психотерапевтическая группа. Я знаю, что между вот такими вспышками тем, сформулированных тем, есть, ну, какая-то жизнь, которая тратится на то, чтобы эти вопросы сформулировать. То есть не всегда вопросы готовые, не всегда вопросы четко поставленные. А те, которые поставлены, может быть, не всегда годятся в работу. Ну, очень часто так бывает. А что мне делать, да, с тем или иным состоянием? Или вы меня сегодня спрашивали, а с чем приходят, с чем продолжают приходить люди? Ну, например, люди продолжают приходить с тем, что они боятся, во-первых, своих состояний психических, потому что это неприятные состояния, они, эти состояния от себя, ну, пытаются отодвинуть каким-то образом. То есть это и со мной происходит, и не со мной одновременно. Болезнь становится или состояние становится чем-то таким, чем не хочется себя ассоциировать. Ну, можете пример привести, как это звучит из уст пациентов? Ну, например... У меня есть тревога, или у меня есть страх, я с ним борюсь, я не знаю, с чем он связан, в моей жизни вроде бы все хорошо. Или у меня есть страх сойти с ума, но это как будто бы отдельные от меня мысли, и вот, ну, я такой нормальный, но вот где-то я чувствую, что... Да, или у меня есть тревога, в моей жизни все более-менее... Ну, в моей жизни нет каких-то таких выраженных стрессовых ситуаций. Но никто не умер, никто... То есть вот эта привычная мысль о том, что состояние должно измениться только если перед изменившимся состоянием произошло что-то категорически ужасное, что-то выраженное, какой-то стресс. То есть такая идея причинно-следственной связи, она не всегда так работает. И люди, которые приходят, ну, допустим, ко мне в диспансер, в кабинет психотерапевтический, они в определенном смысле обескуражены. То есть у них есть нечто, какое-то их состояние, может быть, длящиеся долго, они озираются... Мне кажется, я уже как-то об этом говорил, но сегодня вот это снова... Ну да, я вспоминаю нашу прошлую передачу, где женщина звонила и говорила, у меня бессонница. Ну, в текущей жизни вроде ничего не происходит, чтобы эту бессонницу могло бы, ну, условно, подогревать. Я думаю, что мы и сегодня возвращаемся, Елена, к этой идее, и похоже, что мы будем регулярно к ней возвращаться, потому что это, на мой взгляд, часть работы психотерапевта. Ну, если хотите находить те нити, или те нити смыслов, может быть, да, которыми болезнь пришита, привязана к ткани жизни человека, да. То есть человек каким-то образом живёт, и в его жизни эта болезнь, это состояние развивается. И людям не всегда видно, как эти две ткани, как эти два их опыта текущих, наличных, как они связаны. Мало того, люди скорее делают обратную вещь. Ну, я, может быть, огульно, но в большинстве они скорее хотят разъединить эти две вещи. Отдельно моя жизнь и отдельно болезнь. И кажется, что, отсоединив болезнь, посмеявшись над ней, сказав, что вообще это, я не знаю, это не моё, это вот гормоны. Мои гормоны со мной шутят. То есть это не про мою жизнь, это про мои гормоны. Очень модная тема сейчас. Ну, гормоны или нейромедиаторы. Мы живём. Алексей, прерву вас. У нас звонок. Да, спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Надежда. Мне 68 лет. Я недавно потеряла близкого человека. Два месяца тому назад. Я пыталась справиться с своим состоянием. Не получается. Истерика, слёзы, крик, напряжение, депрессия. Ничто не радует. Я ничего не хочу делать. Я не знаю, как выйти отсюда. Я боюсь, что это перерастёт. Или вот это вот состояние стресса длительное. Или это будет... На птичке скажется, или я с ума сойду. Или что-нибудь серьёзно заболею. Я не вижу выхода. Как с этим справиться? Помогите, пожалуйста. Надежда, не отключайтесь. Возможно, у нас какие-то вопросы будут ещё к вам. Надежда, это первая ваша потеря в жизни? Нет. В 17 лет тому назад у меня погиб младший сын в автокатастрофе. Я была в состоянии близком к этому. И я очень долго из него выходила. Очень долго. А что? В 6 лет я похудела. Нам 18 килограмм. В 6 лет я мясо не ела. Я ничего тебе не разрешала. Я ходила только в церковь, на кладбище, там, к сыну. Куда-то. В общем, я запретила себе всё. Всякие развлечения. Очень строго к себе относилась. И вот буквально 3 тому назад я как-то выправилась. Я уже начала радоваться. Как-то меня отпустил сына. Боль отпустила. И вот опять я... Я не могу сказать, что это то же самое. Конечно, первое было страшнее. Но у меня сейчас жуткое состояние. Я не хочу утром просыпаться. Я устала от этого. У меня тошнит особенно. Коре, что ли, я не знаю. Как будто отравлена вся жизнь. Надежда, а вы после смерти сына к специалистам не обращались, да? Куда не обращалась? Ну, к психологам, к психотерапевтам, к специалистам с приставкой ПСИ. Ну, когда сын погиб, я обращалась. Ага. Можно что-то узнать об этом? Что вы лечились медикаментозно или у вас были психотерапевты? Ну, я ходила, я уже не помню, что я принимала. Я ходила на Сынушевскую, в Сидиспансер. Ага. Но вы скорее пили лекарства, да? Или вы разговаривали? Я разговаривала, я и лекарства пила. А вы понимаете, я была моложе, у меня был 51 год, я вышла на работу. Как-то и потом, когда погиб сын, то я, как сказать, перенесла свою любовь на старшего сына. Все вот это вот. И мне как-то он очень помог справиться с этим. А сейчас меня и не на кого перенести, потому что муж к гибели младшего сына, муж ушел, развелся, он сказал, что я не могу с тобой жить. Ты все время плачешь, я после тебя 3 дня болею. В общем, он поставил меня. Я справлялась, как могла. Как могла. Я очень много молилась, плакала. Надежда, как вам идея того, что вам сейчас, может быть, не надо ждать, пока ваше состояние будет исчисляться месяцами и снова обратиться за помощью. То есть, вы считаете, что мне нужно пойти опять в диспансер? Ну, во-первых, за 10, да, или за сколько лет, варианты предлагаемой помощи расширились. То есть, возможно, это диспансер, возможно, это какие-то частные центры психотерапевтические, да, в которых эту помощь оказывают. Но на ваш выбор и на ваше чутье. Но диспансер тоже неплохая мысль, потому что я сам работаю в диспансере. Я знаю людей, моих коллег, которые работают, в частности, на Арцебушевской. Это хорошие, замечательные специалисты, профессионалы. То есть, я прямо хочу всерьез сейчас откликнуться на ваш вопрос и, ну, не поверхностно ответить, а действительно, наверное, ваша тревога по поводу своего состояния и такой опыт, ну, длительного переживания предыдущего состояния, может быть, предполагает, что вы и в этот раз будете, ну, так медленно, медленно выходить. Медленно, да, я этого и боюсь. Я не выдержу уже. У меня уже возраст не тот, и сил нет, и работать я не могу пойти. А вы не на Арцебушевской же работаете, нет? Ну, я в другом. У нас по территориальному принципу, вот, кстати, да, спасибо, Надежда, за этот вопрос. У нас диспансер городской, ну, сейчас это Самарская областная клиническая психиатрическая больница, то есть, мы укрупнились, слияние произошло психиатрической и психотерапевтической службы, но мы работаем по участковому принципу. Я говорю сейчас Надежду вам, и я говорю всем, ну, зрителям, кто нас смотрит и, может быть, не знает, куда обратиться. И не знает, что эта помощь по медицинскому полюсу оказывается бесплатна по ОМС. Да, эта помощь финансируется страховыми компаниями, и вы приходите туда с полюсом. И она организована по участковому принципу, то есть, на каждому, каждый район, ну, или несколько районов прикреплены, да. Я поняла, но, извините, я перебиваю. Да, да. О том, что сейчас же вот с этим ковидом, там же нет никаких кругов, нет никакого вот этого вот, как сказать, причини, которое... Да, Надежда, есть круги нам, мы как-то с этим устаканились, я имею в виду, разобрались, и да, эти круги стали меньше. Поясните, о каких кругах, может быть, мы все... О психотерапевтических группах, я думаю... Да, Надежда? Ага. Вот, психотерапевтические группы продолжились, по крайней мере, у меня продолжились, мы об этом говорили с руководством диспансера, они сейчас не такие массовые, может быть, как были раньше, ну, раньше было до 15, может быть, 20 человек, у кого-то больше. Сейчас у нас, ну, где-то в районе 8 человек маски, измерение температуры на входе, ну, то есть, все те мероприятия, которые должны быть соблюдены, они соблюдаются, обратитесь за помощью, я уверен, что... А вот еще вопрос, а вы просто психотерапевт, может со мной поговорить, потому что мне нужно выговориться? Я думаю, что вы правы, и по поводу выговориться, это очень важное дело в этой истории, ну, традиционно, если по поводу диспансера, ну, по крайней мере, как происходит в нашем диспансере на Ташкентской, я полагаю, что на Арцебушевской примерно так же устроено, то есть, человек приходит к участковому психиатру, если он сориентирован на психотерапевта, он приходит так и говорит, что мне плохо, какие-то жалобы обозначает, и спрашивает направление к психотерапевту, получает его, и идет к психотерапевту, обычно какой-то трудности в этом нет. И дальше психотерапевт уже определяет периодичность, да, исходя из... Ну, дальше, да, да, дальше, Надежда, может быть, вы знакомы с тем, как это было раньше, да, дальше выстраивается работа, вот исходя из того, как вы вдвоем с психотерапевтом поговорите. Спасибо. Да, не пропадайте, если у вас какие-то вопросы, ну, мы всегда в человеческой среде существуем, если какие-то вопросы будут, что-то не получилось, не удалось, звоните, вот, мы планируем, выходите дальше, я имею в виду передачи, и звоните, может быть, какие-то вопросы, как попасть, они тоже важны. Ну, и лекарства мы по-прежнему выписываем, я имею в виду наши коллеги, врачи-психиатры. Вот, необходимость лекарств, какие именно лекарства, естественно, ну, это обсуждается с лечащим врачом, с врачом-психиатром, врачом-психотерапевтом. Вот. Спасибо, Надежда, звонок. Мы, наверное, немного обсудим сейчас эту ситуацию, и как людям проживать вообще, можно ли научиться проживать утрату, или... Спасибо, Надежда, вам за звонок. Да, спасибо. Как вообще быть в этой ситуации? Елена, очень такой непростой вопрос, и простой, и непростой, как и все нынешние вопросы. В чем непростота? Ну, в чем простота? Во-первых, сейчас, ну, вопросы утраты уже в течение длительного времени психологами, специалистами, психотерапевтами, психиатрами, психоаналитиками исследуются. И, в общем... Алексей, у нас звонок. Придется отложить нам обсуждение. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать у доктора, как у нас выплачивается по страховому полюсу или нет? Вот как узнать? Может быть, я не по адресу обратилась? Выплачивается что? Ну, вот мне сделали... У меня перелом шейки бедра. Ага. По страховому полюсу получить какую-то часть суммы. Ой, я, честно говоря, не владею совсем информацией. Я хоть и доктор, но к вопросам вот компенсации денежных. Я думаю, что если вы обратитесь в поликлинику... В страховую компанию надо, наверное, прежде всего обратиться. Ну, в страховую компанию, не знаю, просто так можно. У вас была застрахована жизнь? Нет, у меня страховой полюс, как и у всех людей, на руках. Обязательно у медицинского страхования, да? Я тоже потеряла недавно. Вот внука, сына потеряла. Вот. И вот сейчас сама вот упала, у меня вот уже год с лишним, год-три месяца, и я не могу получить ничего по страховому свидетельству. Ну, мне трудно что-то по финансовым каким-то компенсациям говорить, я просто не владею ситуацией. Вам, наверное, нужно действительно обратиться в страховую компанию, где вы сможете рассказать те обстоятельства, в которых произошел страховой случай, они больше владеют информацией. Ну, ситуация, так, если некоторый комментарий дать, ситуация с медицинскими вопросами, болезни, переломы, травмы какие-то, она решается в трехстороннем же порядке обычно. То есть это сам человек, сам болеющий, да, сам пациент, это врачебная среда, ну, кто-то представитель, это врачебная комиссия, доктор лечащий, это страховая компания. И, в общем, вот в таком треугольном взаимодействии, в таком трехчастном это и решается. Я думаю, что не так, может быть, важно, куда придет наша зрительница, в итоге все три звена будут подключены. То есть понадобятся какие-то документы, если придет страховую компанию, что случилось, в каком объеме была операция, что на... Получилось ли, так сказать, получилось ли это травмы инвалидизирующей, была ли определена какая-то группа инвалидности или планируется это определение. То есть это большой вопрос. Вот. Но, да. У нас снова звонок. Говорите, здравствуйте. 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 Меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, вот у меня у сестры, ну, проблемы или, может быть, что такое. Вот. Она считает, что к ней кто-то заходит домой, что-то вот отлили лекарства, взяли лекарства, что воруют у нее свет, что отключается холодильник. Это вот что с ней такое? А сколько вашей сестре лет? Ей 76. 76. Вы знаете, вас как зовут? Вот. Я Мария. Мария, да. Мария, в психиатрии, в психологии подобные случаи известны, и они возникают у людей пожилого возраста. Я не буду, значит, распространяться по поводу того, почему это происходит, но это именно в таком виде и происходит, что пожилым людям начинает казаться вот, что их в каких-то, может быть, мелочах. Украли лекарства, украли мясо из щей, да, газ пускают, антенны какие-то поставили. Ну, скажем так, эти высказывания могут иметь какой-то диапазон от более-менее вроде бы рациональных, ну, то есть, как каких-то объяснимых. До абсурдных. До абсурдных и нелепых, да. И я думаю, что, Мария, наверное, время поговорить с вашей сестрой и прийти на прием к психиатру. Ну, в первую очередь. Ситуации, возможно, и сама не разрешится, да, в перспективе будет только ухудшаться. Скорее всего, не разрешится, да. Чем раньше попытаться взять ее под контроль, тем больше шансов снизить. Да, Мария, логика именно такая, о которой говорит Елена. То есть, нужно каким-то образом отреагировать. Мы, к сожалению, с возрастом не становимся, не сохраняемся такими, какими мы созданы и существуем в молодости и в юности, в зрелом возрасте. Ну, ухудшаются какие-то вещи, поэтому, да, действительно, нам нужно себя подстраховать. А если сестра не соглашается и не идет на этот диалог, как действовать родственникам в этом случае? По моему опыту, это одна из таких серьезных проблем, потому что... Спасибо, Мария, за звонок. Да, спасибо. Потому что очень часто родственники вот в таком пожилом возрасте не соглашаются идти к психиатру, потому что, ну, или отчасти они начинают возмущаться и говорить, я не сумасшедшая, почему вы хотите меня отправить, да. И здесь можно, ну, как-то с ними поговорить. То есть спектр вариантов поведения в таких ситуациях, он варьируется и индивидуализируется. То есть можно поговорить, сказать о том, что беспокоит родственников, может быть, сказать как раз об этих возрастных проблемах, может быть, сослаться на то, что, может быть, сестра, например, Марии плохо спит, или у нее пропал аппетит, или у нее настроение стало другим, или у нее с памятью какие-то проблемы. Ну, то есть... Или вот ты тревожишься, да, я вижу, что ты тревожишься, вот можно эту тревогу снять с помощью таблеток, нам для этого нужно пойти к врачу. Да, да. И этот разговор возможен, и такой приход возможен. И часть наших пациентов, часть пожилых людей, они идут на встречу, да, самим себе в данном случае, идут на прием. Часть людей категорически отказывается, и иногда это доходит до того, что пожилые люди перестают спать, перестают вести себя как-то рационально, ну, я имею в виду привычным для себя образом, вот. И иногда, ну, в крайних случаях приходится вот осматривать их психиатрами в недобровольном порядке. Эта процедура тоже есть, я не помню, мы, может быть, о ней как-то вспоминали, может быть, нет, но если дойдет разговор, тонкостей раскрывать я не вижу смысла, но по большому счету это все в юридическом пространстве, это я имею в виду осмотр таких людей. Мы сегодня адресуем к диспансеру, также могут прийти, наверное, к диспансеру, проконсультироваться, если ситуация не решается, условно говоря, мирным путем, когда не удается договориться. Вы правы, Елена, я сегодня, вот, так как наш разговор складывается, сейчас ощущаю себя одним из тех специалистов, и я знаю, что мои коллеги делают эту работу по, ну, мы называем это, наверное, дестигматизацией, то есть развенчанием каких-то мифов, которые, может быть, к сожалению, еще есть, и приближению вот этой психологической, психиатрической, психотерапевтической службы к людям. Очень много до сих пор о психиатрии говорится, очень много пугалок по этому поводу, очень большое напряжение между людьми и специалистами этой службы, да, очень много разговоров о том, что туда нельзя идти, потому что там сделают психом, а не здесь. Ну, насколько я слышу, тоже родители, например, обеспокоены психическим состоянием своих детей, может быть, даже подростков или вот молодого возраста, видят, что состояние ухудшается, но отказываются все равно обращаться за квалифицированной медицинской помощью, потому что это повлияет на его дальнейшие качества жизни, он не сможет трудоустроиться туда, куда он захочет, но отрицают очевидные вещи, что их ребенок уже и сейчас не трудоустраивается, он уже ведет, возможно, социальный образ жизни или ну, как-то за пределами общепринятых норм. Ну, действительно, разные вопросы есть, и это очень сложный вопрос, и люди не идут, потому что боятся потерять права, потому что боятся на вождение транспортных средств, боятся потерять право на владение оружием, допуск на свои рабочие места, потому что часть людей связана с оборотом наркотических средств, но те же самые медики, да, вот, часть людей работает с детьми в школах, в детских садах, и у них тоже эти справки спрашиваются, в общем, там очень большое, но все индивидуально, чтобы вот сейчас не уходить, все индивидуально. Я бы, конечно, как специалист, как человек, который туда ходит каждый день, вот на протяжении уже 20 лет, туда я имею в виду диспансер и видит изнутри эту ситуацию и людей, которые приходят, я практически каждый день на группах, ну, не каждый это я загнул, наверное, но регулярно слышу разговор тех людей, которые приходят на группу, моих пациентов, которые говорят, вот, я боялся приходить, у меня было огромное количество тревог по этому поводу, я рад, что я пришел, да, или я беспокоился, беспокоилась, что в очередной осмотр на работу, поскольку я приходил в диспансер, там вдруг что-то, мою фамилию где-то найдут в компьютере и меня не допустят, но, слава Богу, обычно все происходит, а какие-то такие исключительные ситуации, они разруливаются, как сейчас говорят, то есть, ну, в общем, и я просто знаю, что в нашей службе государственной психиатрической сосредоточены, ну, лучшие силы в этом смысле, лучшие силы и психиатры, и психотерапевты, и клинические психологи, мои коллеги, да, и экспертная работа проводится, я думаю, что вот этот разговор о том, чтобы не бояться идти к этим специалистам, он очень важный, и тогда, может быть, Надежда, которая позвонила нам вначале, будет знать, куда, где ее ждут, может быть, да, ну, ждут, может быть, не то слово, где готовы ее принять, где готовы оказать помощь, вот, и чтобы другие люди знали, что, ну, по крайней мере, с этого можно начать, а дальше уже выбирать, в каком формате, подключать ли частные какие-то клиники, да, потому что, ну, например, психотерапию, иногда проще людям организовать в частных клиниках, не приходить, например, да, в диспансер, ну, потому что это длительный какой-то процесс, или наоборот, организовать ее в диспансере, ну, то есть, у людей тогда возникает выбор, не возникает вопрос, куда идти, возникает вопрос, что выбрать из того, что есть. Действительно, специалисты за последние 20 лет изменились, их стало больше, они сейчас в своем арсенале имеют гораздо больше информации, современные какие-то вещи, которые изучаются в плане психологии, психики и взаимодействия. Да, это действительно так, и мы стараемся, я за себя и за коллег скажу, конечно, мы стараемся не проживать свою профессиональную жизнь, ну, не то, что стараемся, это неинтересно проживать в халтуре, вот, я знаю, как мои коллеги вкладывают в свою душу и свою жизнь, в свою профессию, ходят на семинары, тратят свое личное время на то, чтобы куда-то съездить и новый курс какой-то для себя освоить и так далее. Ну, и специалисты стали выходить из кабинетов, как вы, Алексей, пришли и сейчас пользуйтесь возможностью разговаривать и приглашать людей. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам сегодня позвонил. Смотрите на следующий вторник, 18.15, на телеканале «Самара ГИС». Всего доброго, до свидания. Всего доброго вам, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!